Книга «Ярилина рукопись» — этакие сказки для взрослых. Здесь есть и волшебная река, и избушка на курьих ножках, и колдуны, и русалки. За сказочным повествованием кроется не только напоминание о смысле жизни, о добре и зле, но и о том, что взрослые — те же дети, только забыли об этом. Издание — отличный способ напомнить. Очень обычная книга, красивое повествование и не менее красивые иллюстрации. Одна из самых необычных прочитанных книг за последнее время. Такой жанр редок. Думается, что сказки для детей, а нет, выросшим мальчишкам и девчонкам рекомендую. Еще одна новинка — «100 способов изменить жизнь». Как говорит сама автор, это книга для вдохновения. Конечно, после нее вы не станете сразу богатым, успешным, счастливым, но посмотрите на себя со стороны и составьте список тех вещей, которые хотите изменить. Действуйте по пунктам каждый день без перерывов, тогда ваша жизнь преобразится. Не самая гениальная книга, но зато можно читать с любой страницей. Тем, кто любит покопаться в себе, будет интересно. Обратите внимание на третью главу. В ней автор предлагает составлять необычные списки дел. Это интересно. Паула Сорентина — один из ярчайших режиссеров современности. Вспомните хотя бы его сериал «Молодой папа». Теперь Сорентина написал книгу в сборник рассказов о мужчинах. Его герои взрослые, состоявшиеся, серьезные, но безумно милые, трогательные и смешные. Автор предлагает смотреть на мужчин не как на защитников, добытчиков и завоевателей, а как на самых обычных людей. Я плакала от смеха, пока читала. Это гениально. Всем советую. Такой юмор, такой слог, такой необычный взгляд на мужской мир.